Наше почтение, дорогие друзья! А также привет всем, кто любит Steam больше Epic Games! С вами 291-й выпуск игрового дайджеста Game News Weekend от X-Games Game TV. От приятных новостей, свежей информации до скандалов и очень важных информационных поводов. Так можно охарактеризовать эти 7 дней. Поэтому прожимайте свой бесценный лайк и подписывайтесь на канал, если тут впервые. Вот что творилось на этой неделе. The Last of Us 2. Возможная дата выхода ожидаемого экшена. Cyberpunk 2077. Как ваш выбор повлияет на сюжет игры? Borderlands 3. Новая информация об игровом процессе и новый скандал. Mortal Kombat 11. Свежие подробности файтинга, а также многое другое. С момента анонса The Last of Us 2 прошло больше двух лет, но информация о сроках релиза до сих пор держится в секрете. В прошлом году композитор сиквела Густаво Сантаулалья намекнул на премьеру в текущем году, а некоторое время назад одна торговая сеть указала, что она состоится в октябре. Недавно Sony косвенно подтвердила скорый выход, поместив эксклюзив в разделе «Скоро в продаже» сайта PlayStation. После чего информация распространилась по новостным лентам. Любопытно, что в соответствующий список в PlayStation Store игра не попала. Основная часть игры секции выйдет до осени, у некоторых указан плейсхолдер 31 декабря. Таким образом, если игра попала в перечень не по ошибке, ее премьеры, скорее всего, стоит ждать в третьем квартале года. Во всяком случае, полный перенос продолжения на PlayStation девятого поколения, о котором заговорили геймеры из-за отсутствия даты релиза, теперь маловероятен. Кроме того, появилось краткое описание экшена. The Last of Us 2 находится в разработке около пяти лет. Игроки будут управлять повзрослевшей Элли, которая окажется втянута в конфликт с участием религиозного культа, но в сиквеле также появится Джоэл. Над сюжетом, центральной темой которого названа ненависть, работает один из директоров разработки и ведущий сценарист оригинала Нил Дракман, а также Хелли Гросс. В число руководителей проекта входит дизайнер первой части Энтони Ньюман, участвовавший в создании системы рукопашного боя. И ведущий геймдизайнер Uncharted 4 Курт Маргенау, который работал только над прологом первой игры. Также стало известно, что во вторую часть вернется система улучшения оружия. Не исключено, что дату выхода The Last of Us 2 объявят в ближайшие месяцы. Немецкому ресурсу GameStar удалось пообщаться с Филиппом Вебером, дизайнером квестов экшен-рпг Cyberpunk 2077, и выяснить некоторые интересные детали об игровом процессе грядущей новинки. По словам разработчика, единственная возможность проиграть — это смерть персонажа. Во всех же остальных случаях окружающий пользователь мир будет подстраиваться под происходящие события. Например, если вы провалите задание, игра не предложит вам перепройти миссию заново. Если игрок начал миссию с сопровождением NPC, никто не заставит пользователя четко следовать приказу. Можно отправиться развлекаться или забежать по дороге в какое-то заведение, а неигровой персонаж продолжит двигаться по своему маршруту. Если его убьют, то квест не закончится, но система это учтет при развитии дальнейших событий. Таким образом, каждое принятое решение будет иметь последствия и отразиться на геймплее, но при этом игроки получат полную свободу и сами смогут решать, каким образом исследовать фантастический мир. Каждую миссию авторы вплетают в общий антураж и повествование. Кстати, согласно недавней утечке, релиз новинки должен состояться уже в 2019 году. Стало известно о дате запуска Borderlands 3. Премьера состоится 13 сентября на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК, эксклюзивно в магазине Epic Games. Заодно по этому случаю создатели поделились кое-какой информацией. Желающим приобрести версию для ПК в Steam придется подождать год. Решение сделать игру временным эксклюзивом Epic Games ожидаемо не нашло понимания участия аудитории, а некоторые разгневанные игроки уже принялись писать негативные обзоры на игры серии в Steam. Borderlands 3, как и предыдущие игры серии, останется ураганным сюжетным кооперативным шутером. Нас ждет родео галактического масштаба, масса ярких персонажей, невероятные боссы и просто безумное количество различных пушек. Вот уже несколько лет Gearbox тратит все силы только на данный проект, так что боевик называется самым амбициозным приключением в серии. Отправиться на просторы новых миров и крушить врагов будет предложено в роли новых искателей хранилища. У каждого из четырех обаятельных отморозков свое уникальное древо навыков, способностей и возможностей для настройки внешности. Они засветились как в первом трейлере, так и в новом. Впрочем, дополнительные подробности о сюжете, персонажах, снаряжении и всем остальном обещаны 1 мая. Заодно разработчики объявили о разных изданиях. Например, Deluxe предлагает косметические наборы, оружейный набор, а также ускоритель набора опыта и добычи. Super Deluxe вместе со всеми бонусами даст и сезонный абонемент, включающий четыре сюжетных дополнения. Имеется и коллекционное издание Diamond Loot Chest. Заодно разработчики напомнили об успехах старых игр. Суммарный тираж серии уже превысил 41 миллион проданных копий. А наиболее успешная игра Borderlands 2. Коротко о главном. Mortal Kombat 11, один из крупнейших приближающихся релизов, выйдет в свет 23 апреля. Game Informer побеседовали с создателем серии Эдом Буном и провели с ним блиц-раунд на 166 вопросов. Вот вам краткая выжимка из интервью. Ростер персонажей на старте игры будет состоять из 25 бойцов. Всего персонажей планируется больше 30. В сюжетном режиме не будет никаких QTE. На релизе не будет кроссплатформенных схваток. В целом авторы не против такой идеи. В сюжетном режиме будут доступны несколько концовок. Бун разговаривал с Марвел о создании файтинга в их вселенной или файтинга Marvel против DC. В Mortal Kombat 11 не будет никаких лутбоксов. Ростер персонажей пополнила Цитрион, старший бог и дебютантка серии. Чуть ранее разработчики подтвердили появление Лю Канга, Кунг Лао и Джакса. Цитрион использует стихию Земли, что сказывается на ее стиле боя и приемах, с которыми и позволит ознакомиться трейлер. В свежем интервью создателей Warframe речь пошла о масштабном дополнении Railjack. Сражения на управляемых игроками космических кораблях не станут просто обычным новым режимом наподобие резни. Digital Extremes готовит нечто большее. Если все будет реализовано так, как рассказал Стив, Railjack должен стать важной частью игровой вселенной и органично вписаться в Warframe. Игроки будут участвовать в этом контенте на регулярной основе, а не только ради прокачки корабля и получения нескольких модов. Разработчики обещают и некоторые секретные моменты, которые предстоит обнаружить непосредственно в ходе игры. А чтобы сражения соответствовали нужной атмосфере, локации наполнят различными объектами и большим количеством визуальных эффектов. Выход дополнения должен состояться до конца лета. Компания Crytek выпустила обновление экшена Hunt Showdown, приготовила для поклонников игры кое-что интересное, а именно нового босса, Ассасина, опасного противника, за которым нужно следить в оба. Познакомиться со своим врагом и запомнить лицо монстра помог геймплейный ролик, демонстрирующий сражения с этой нечистью, состоящей из целого роя насекомых. Благодаря этому Ассасин может буквально растворяться в воздухе и затем появляться в другом месте. В начале повстречаться с боссом можно будет на тестовом сервере, а потом и на основных. They Are Billions должна появиться вместе с полноценным выходом игры. События будут разворачиваться в 23 веке, спустя 200 лет после того, как в результате пандемии все человечество превратилось в полчища отвратительных зомби. Устоять удалось только одному городу, правитель которого теперь желает немного расширить границы своих владений. Всего пользователей ждет 50 миссий общей продолжительностью от 40 до 60 часов. Сама кампания начнется с небольших миссий, ограниченного количества доступных заданий и подразделений, а также ненавязчивых подсказок, чтобы новичкам было проще освоиться. Еще одним нововведением станет глобальная карта, благодаря которой игроки смогут выбирать миссии и следовать по своему пути развития. В The Division 2 началась битва за Вашингтон, предсезонное мероприятие, разбитое на три крупных обновления. Операция «Тяжелые времена» выйдет 25 апреля и включает дебютный рейд на 8 человек. Дебютное засекреченное задание для обладателей сезонного пропуска. Заключительное обновление без названия принесет с собой четвертую специализацию, которая дает доступ к минигану. Первый полноценный сезон под названием «Окрестности Вашингтона. Экспедиции» начнется летом. Вместе с ним появятся свежие сюжетные задания и другой контент, о котором сообщат ближе к старту мероприятия. 23 апреля состоится релиз первого эпизода второстепенной сюжетной линии «Судьба Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey. Он будет носить название «Поля Элизиума». К сожалению, больше информации на данный момент нет. Всего будет три главы, которые откроются с примерным интервалом в полтора месяца. Кстати, с выходом обновления 1.2.0 пользователям станет доступна новая функция, которая положительным образом отразится на качестве жизни игроков. Разработчики добавят возможность создавать несколько наборов экипировки, между которыми можно будет легко переключаться. Пока поклонники Kingdom Come Deliverance находятся в ожидании выхода четвертого сюжетного дополнения. DLC станет самым большим расширением и будет включать две сюжетные линии общей продолжительностью около 15 часов. Первая из них расскажет о Йоханке и тяготах жизни еретиков в те далекие времена. А вторую создатели посвятили приключениям Терезы, которая развивается параллельно с началом основного сюжета и объясняет некоторые пробелы в истории Генри, главного протагониста игры. У Терезы будет собственный набор умений, а свое предпочтение девушка отдает скрытности и стрельбе из лука. А еще у нее есть собака-компаньон, который помогает с поиском предметов и отвлекает врагов во время сражения. Женская доля станет доступна 28 мая. Разработчики Rage 2 представили новые подробности игрового процесса своей грядущей новинки. Игроков познакомили со способностями главного героя и доступным арсеналом, после чего разработчики отправились на практике демонстрировать, как это все работает в условиях реального боя. Помимо сражений с обычными противниками, мы можем увидеть различные транспортные средства, открытый мир, боссов, древо талантов и другие различные элементы геймплея, благодаря которым можно получить представление о том, как будет выглядеть конечный продукт. Релиз Rage 2 состоится 14 мая. Разработчики из студии Obsidian показали демо-версию своей грядущей ролевой игры The Outer Worlds. Создатели показали одно задание, во время которого главному герою помогали два компаньона, а зрители смогли увидеть различные механики и элементы игрового процесса. Однако показ осуществлялся на основе альфа-версии, поэтому в игре отсутствовали или были недоступны различные функции. Тем не менее, это не мешает получить общее представление о геймплее. Также разработчики еще раз напомнили о том, что в игре будет большая свобода действий. Релиз The Outer Worlds должен состояться в этом году. Вольфенштейн Youngblood Стало известно о том, что в Вольфенштейн Youngblood будут доступны внутриигровые платежи, но они в виде лутбоксов. По заверению создателей, микротранзакции затронут только косметические предметы, большинство из которых можно купить за валюту, полученную во время игрового процесса. Стоимость новинки составит 30 долларов, а за расширенное издание придется заплатить 40, однако в его состав помимо игры войдет бадди-пэс и набор с обликами. При этом, тем, кто оформит предварительный заказ, в качестве бонуса достанется еще один набор The Legacy Pack с косметикой и оружием из предыдущих частей серии. Кстати, для тех, кто предпочитает играть в одиночестве, найдется напарник под управлением искусственного интеллекта. Выход состоится 26 июля. Спустя всего чуть больше недели после анонса в Empire The Masquerade Bloodlines 2, студия HeartSweet Lab, соответственно и заработанной грядущей новинкой, начала делиться различными подробностями, отвечая на вопросы сообщества. Как стало известно, на прохождение сюжетной линии у пользователей в среднем уйдет от 25 до 30 часов. Конечно же, это время может сильно варьироваться в зависимости от вашего стиля игры. Тем не менее, разработчики обещают достаточно разветвленное повествование, которое обеспечит высокую степень реиграбельности. Кроме того, по словам создателей, повторные прохождения будут поощряться. Появился новый трейлер Ancestor The Humankind Odyssey. Это приключенческая игра с элементами выживания. Проект делает акцент на исследовании открытого мира. Здесь отсутствует карта, необходимо изучать обширные локации и запоминать их устройство. Чтобы выжить, главному герою придется есть, пить и спать. Эти элементы отвечают за восстановление энергии и выносливости, которые помогают путешествовать без ограничений. В процессе прохождения пользователи будут расширять свою территорию и увеличивать численность клана. Вместе с другими обезьянами можно охотиться, но иногда лучше избежать контакта с хищниками. Животный мир здесь развивается даже без участия игрока. Представители фауны передвигаются и охотятся. Сюжет забросит вас в Африку на 10 миллионов лет назад. Нам предстоит пройти различные этапы эволюции. Игра выйдет до конца года. Появилась демонстрация геймплея Darkborn, фэнтезийного экшена, который раньше носил имя Project White. Зрители могут увидеть несколько стадий взросления главного героя, на каждой из которых проект предложит свой стиль прохождения. Детеныш не может вступать в бой, ему приходится краться и держаться подальше от опасности. Взрослые темнорожденные способны дать отпор любому врагу, они полагаются на собственную силу и вступают в рукопашный бой. Эта часть геймплея показана в ролике. Присутствуют элементы стелса, главный герой может устранять врагов на расстоянии и приземляться на свою цель с высоты. Пока у данного творения отсутствует дата релиза. Студия Bohemia Interactive объявила о переносе полной версии шутера Vigor для Xbox One на лето. Проект опробовало 66 тысяч пользователей, но вместе с тем студия заметила множество проблем и приняла решение отодвинуть финальный релиз на лето. Позже разработчики собираются улучшить передвижение и стрельбу в Vigor, взаимодействие и систему распределения добычи. Также Bohemia планирует добавить достижения, ежедневные испытания, случайные дуэты, новое оружие и больше способов самовыражения. Действие шутера разворачивается в альтернативной послевоенной Норвегии 1991 года. Центральная Европа опустошена, а Норвегия осталась последним рубежом. Игрокам нужно выживать в матчах на 8-16 игроков, искать ресурсы и ценные предметы, обустраивать свое убежище и изготавливать снаряжение. И на этом 291 выпуск игрового дайджеста Game News Weekend подходит к завершению. И вот вам новость для размышления. Хоть Fallout 76 и получила противоречивые отзывы прессы и разочаровала поклонников, однако, если верить Bethesda, обилие негативных откликов обманчиво. Компания очень довольна продажами игры и строит большие планы по ее развитию. Об этом рассказал руководитель разработки и исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард. Он не раскрыл данные о продажах, заметив лишь, что они оказались очень-очень хорошими. Они хотят постараться сделать все, чтобы отблагодарить поклонников. Сейчас у Bethesda планы по развитию игры на этот, 2020 и последующие годы. Fallout 76, как и все игры компании, выйдет в Steam. И на этой довольно неожиданной ноте у нас все. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами.